Оценить мощности предприятия и поздравить Металлурга в Абинск приехал Вениамин Кондратьев. Руководители региона провели экскурсию по заводу и показали весь процесс производства. Для плавки металла здесь используют самое современное оборудование, которое впоследствии позволяет выливать изделия высокого качества. Главе Кубани рассказали, что в год предприятие выпускает почти миллион тонн стальных слитков или той заготовки. Сегодня мы четко можем сказать, что ваш завод закрывает 100% потребности нашего регионального рынка. 100%! 100%! Я даже больше вам скажу. Тогда второй завод нам не нужен. Не нужен. Но я хочу сказать, мы закрываем еще и без Северный Кавказ. Продолжился праздник на центральной площади города. Здесь лучшим Металлургом глава региона и председатель законодательного собрания края вручили почетные дипломы и грамоты. А двое работников Абинского завода получили медали за выдающийся вклад в развитие Кубани. По словам Вениамина Кондратьева, Абинский завод сегодня играет большую роль не только в экономике города, но и всего края. У нас уникальная малая родина. Уникальная Кубань. У нас мощный агропромышленный комплекс. Большие курорты. Переработка. Сегодня мы можем сказать, что у нас в крае есть и металлургия. Абинчане, вы стоите на пороге новых экономических сушений. И я в это верю. Сегодня уже третья очередь завода практически сдана. И Абинск по многим экономическим показателям может переплюнуть многим в высокоразвитые города Краснодарского края. И это ваши заслуги. Абинск стал столицей, южной столицей металлургии. Самое крупное предприятие здесь, в Абинском районе. Разве мог кто-то об этом мечтать еще 10 лет тому назад? А это случилось. Я хочу сказать огромные слова благодарности вам, всем присутствующим. И от всей души хочу поздравить вас с праздником Днем Металлурга. Пожелать всем крепкого здоровья, счастья и успеха. Абинский металлургический завод построили 5 лет назад. Сегодня здесь трудятся почти 2500 человек. А к запуску готовится третья очередь предприятия. В ее цехах планируют изготавливать около 600 тысяч проволоки в год. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Спасибо.